Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу вам показать свои покупки на Черную Пятницу. У меня был заказ с сайта Beauty Bay и также я делала заказ в Литуаль. И сегодня я вам предлагаю эти покупочки и посмотреть. Так что если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть. А мы поехали! Начать я предлагаю именно с посылки Beauty Bay, потому что я за нее очень сильно переживаю. Я начиталась у Ленский Бьюти в комментариях под видео, что палетки Анастасии Беверли-Хиллз с Beauty Bay приходят битыми. И Beauty Bay за это практически не возвращает деньги, возвращает только 20-30%. Ну что такое 20-30%? Испорченные впечатления, на мой взгляд, они вам не вернут. И да, это был спойлер. Здесь у нас будет палетка от Анастасии Беверли-Хиллз. В общем, ребят, неудивительно, почему приходят посылки битые. Потому что посылка находится в коробке, а в коробке находится только вот такая бумажечка. И все. А под этой бумажкой находится уже сам заказ. Никакой воздушно-пузырьковой пленки, никакой дополнительной упаковки здесь нет. Так что, по идее, если эту посылку куда-то бросят, кинут, как это обычно делают транспортные компании, то не мудрено, что там все разобьется нафиг. И первое, что я нахожу, это вот такая магнитная палеточка от бренда Nabla. К этой магнитной палетке я также покупала однушку теней. Тоже от Nabla. Вот такую. И оттенок называется Alhemy. То есть Alhemy. Давайте сразу же все это дело раскроем. И вот так однушка теней крепится к магнитной палетке. Очень удобно. Потому что если бы данная однушка у меня где-то валялась, стопроцентно я бы ее либо не использовала, потому что я бы ее не видела, либо она бы где-то затерялась. Данную однушку теней я выбирала по сайту iRecommend. И там было написано, что данный оттенок является полным аналогом цвета Twilight в палетке Huda Beauty Desert Dusk. Давайте с вами посвочим и посмотрим, что она из себя представляет. И вот такой вот дуахромный, немного розово-сиреневый перелив получается. В целом перелив симпатичный, но у меня есть почему-то ощущение, что данные тени будут плохо раскрываться на глазах. И соответственно, либо я буду недовольна тем, что это абсолютно не рабочий оттенок, либо же придется использовать клей для глиттера. Например, у меня есть клей для глиттера от NYX. Он очень классный и на нем действительно все шиммеры, которые плохо переносятся на глаза, играют совсем по-другому. Они прямо-таки действительно начинают наноситься как боженька и из абсолютно бесполезного оттенка, который не переносится на глазах, они превращаются в хорошие рабочие оттенки. Дальше давайте пороемся. И здесь я вижу вот такой вот очиститель для кистей от бренда Cinema Secrets. Этот очиститель кистей очень советовала Lensky Beauty, и поэтому я взяла себе на пробу вот такую вот маленькую баночку. Взяла маленький объем, потому что, во-первых, не знала, понравится ли мне данный очиститель, во-вторых, маленький объем был дешевле, и в-третьих, я просто-напросто не использую такое большое количество очистителя, и вот этого мне будет даже более чем достаточно. Я предпочитаю обычно все же мыть кисти, нежели чем постоянно их очищать во салфетке и подобные очистители. Так, роемся дальше в коробочке, и дальше здесь я нахожу сыворотку от бренда The Ordinary. Очень знаменитый этот бренд, и все просто хвалят их сыворотки, так что пришла и моя пора их попробовать. У меня сыворотка с гиалуроновой кислотой 2% плюс витамин В5. Выбрала именно эту сыворотку, потому что она самая безопасная, на мой взгляд. Безопасная в том плане, что она должна подойти всем. Она не специфичная для какой-то определенной кожи, это максимально всем подходящая сыворотка. К тому же данная сыворотка должна давать увлажнение, а мне в моем уходе сейчас именно увлажнения и не хватает. Ну и давайте не будем томить душу, и возьмем наконец-то палетку от Анастасии Беверли-Хиллз. Я взяла версию вот такую вот в коллаборации с Джеки Айна. Я также хотела взять коллаборацию с Карли Байбл, но начиталась отзывов про то, как тени сыпятся, и решила, что, ну, наверное, все-таки она мне не нужна. А вот палетку с Джеки Айна я давно уже очень и очень хотела, и я за нее очень сильно переживала, потому что, как я уже сказала, данные палетки с Бьюти Бэй часто приходят битыми. Но, слава богу, с моей палеткой все хорошо. Вот так выглядит сама упаковка. Красивая голографичная упаковка, и самое лучшее, что она не велюровая, как у классических палеток Анастасии Беверли-Хиллз, то есть она не будет такой сильно пачкающейся. Внутри палетки все хорошо, ни один рефил не разбился, и это очень-очень классно. Я больше всего хотела эту палетку, во-первых, из-за ее оттенков. Здесь очень интересные и красивые оттенки. Здесь есть, конечно, несколько оранжевых оттенков, от которых мы уже все устали, думаю, но здесь также есть очень красивая обычная гамма. Например, вот этот оттенок Литуэйшн, коричневый красивый, вот эта красивая гамма таких бронзово-золотистых оттенков. Интересные фиолетовые оттенки, которые действительно хороши по отзывам блогеров. И, конечно же, оттенок Спонсорт. Это вот такой зеленовато-коричневый дуахром. Именно за ним я и вела свою охоту. Я знаю, что подобный оттенок есть и у других брендов. Например, у Урбан Дикей есть однушка теней с таким же оттенком. Но, честно говоря, однушки теней у Урбан Дикей стоят довольно-таки дорого. И на Черную Пятницу я купила всю вот эту палетку по цене той однушки. Поэтому, честно говоря, нахрена было бы мне переплачивать так. В общем, тетя Настя в любом случае лучший выбор, нежели чем Урбан Дикей, на мой взгляд. Давайте с вами посвочим и посмотрим. Давайте сначала возьмем вот этот оттенок Литуэйшн. Это очень красивый, такой коричневый, немного холодный, немного степлинкой шиммерный оттенок. Боже, как он наносится! Вы только на него посмотрите. Он наносится просто как масло. Это что-то потрясающее. Господи, как же это красиво! Теперь давайте возьмем оттенок вот такой вот фиолетовый посмотрим. Вот я уже вижу, что фиолетовый оттенок не очень хороший. Нехороший он почему? Во-первых, по краям он здесь немножечко похож на грязь. А во-вторых, когда вы только-только тыкаете пальцем в рефил и переносите его сюда, здесь образовываются какие-то, ну, какие-то комочки, как будто бы. И, в общем, переносится он плохо. Скорее всего, данный фиолетовый оттенок будет осыпаться. Дальше давайте возьмем, наконец-то, вот этот оттенок Спонсорт, который я так хотела. Вот он, вот этот оттенок, самый последний. И видите, он дохромит именно таким зеленым оттеночком. И также я очень хочу попробовать вот этот оттенок Зам. Очень он красивый и выглядит он крайне многообещающе. О, Господи, как это красиво! Вы себе не представляете. Посмотрите только на этот оттенок. Он какой-то персиково-золотой. Он и не золотой, я не люблю золотые оттенки. Он и не оранжевый. Он именно какой-то персиково-абрикосовый. И при этом он невероятно просто светится, сверкает. Очень красиво, просто нереально. Я очень хочу уже нанести этот оттенок. Вообще все эти оттенки, наверное, кроме фиолетового, я уже хочу нанести. Потому что мне кажется, что это будет просто бомба. Давайте теперь посмотрим на какие-нибудь матовые оттенки. Я возьму розовый оттенок. Смотрите, как он классно передается. Буквально одно нажатие, и он уже очень пигментированный перенесся нам на руку. Давайте попробуем фиолетовый. Фиолетовый, естественно, сложный оттенок. Но, по-моему, перенесся он божественно. Дальше давайте попробуем коричневый оттенок. И коричневый оттенок тоже божественно перенесся. Все, мое сердце отдано этой палетке. Палетка очень классные, интересные цвета, классные текстуры. В общем, все в ней очень-очень круто. В ней, конечно же, есть, кстати, кисточка, которая идет во всех палетках Анастасии Беверли Хиллз. И это довольно-таки хорошая кисточка. Я в последнее время часто ей пользуюсь, когда беру палетку Soft Glam. Вот этой стороной я обычно наношу тени в складку века. Как светлые, так и более темные. А вот этой стороной подвожу нижнее веко. Все, что останется потом, это нанести на пальчик шиммер, бахнуть его по центру века. И все, макияж у вас практически готов. Так, и это было все, что я взяла в Beauty Bay. И теперь давайте с вами откроем посылочку из L'Etoile. В L'Etoile я преимущественно закупилась брендом Nars. И также взяла одно средство от Clorans. Во-первых, я купила вот такой вот наборчик в оттенке крайне неприлично названном. Подпишу здесь, не буду называть. Вдруг еще на видео повесит какой-нибудь ярлык нехороший. Это набор из двух средств. Здесь идет матовый карандаш для губ и также здесь тин для губ. Давайте вскроем. Все оттенки я выбирала по интернету, так что если что-то мне не подойдет, то это будет очень печально. Вот такой вот тинт здесь находится маленький. И вот такой маленький карандашик для губ. И вот такой вот тинт по оттенку. Кстати, очень симпатичный розовый оттенок. Я такие как раз таки и люблю. Но данный тинт, мне кажется, он очень такой водянистый. И он будет на губах больше похож на блеск. Теперь давайте посмотрим на карандаш. Карандаш тоже в красивом оттенке, но мне кажется, у карандаша оттенок чуть-чуть более розовый. Но формула, кстати, у карандаша очень приятная. Формула настолько мягкая, нежная. Она какая-то как будто бы увлажняющая. И мне кажется, что на губах, немного поврежденных от наших сейчас погодных условий, данная помада будет, данный карандаш тоже будет выглядеть хорошо. И он не будет подчеркивать сухость и не будет сушить. Что очень и очень важно. И, кстати, ребят, если вас что-то заинтересует из того, что я сегодня показываю, то вы всегда можете написать мне в комментариях, чтобы я это протестировала в каком-то видео или же сделала отдельный обзор. Я буду очень рада для вас это сделать. Дальше я здесь нахожу румяна тоже от бренда Nars. Эти румяна я уже давным-давно хотела, но почему-то никак не покупала. Оттенок у этих румян тоже крайне неприлично называется. Я здесь подпишу. Это, в общем-то, самый знаменитый оттенок румян у этого бренда. Он самый культовый. И если вы где-то забьете румяна от Nars, то вы всегда получите именно эти румяна в качестве образца. Вот такой потрясающе красивый дизайн у этих румян. Вы только посмотрите, насколько красивая, лаконичная у них форма. Вот просто приятно их держать в руках и приятно на них смотреть. Чем вообще интересны эти румяна? У них розовый оттенок, немного с какой-то персиковой такой ноткой. И при этом, если внимательно посмотреть на эти румяна, у них видны такие немного светоотражающие, немного доохромные частички. В общем, очень красивый и интересный оттенок. Он подойдет и для девушек, которые обычно пользуются розовыми румянами, и для тех, кто любит более персиковый вариант, и для тех, кто хочет чуть-чуть посветить свою кожу тоже. Они просто нереально красивые. Вы только посмотрите на этот свотч. Это что-то настолько нежное, настолько красивое. Почему я их не купила раньше? Неизвестно. И заканчивая с брендом NARS, покажу еще одно средство, что я приобрела. Это вот такая вот помада. Это помада из линии Audacious Lipstick в оттенке Apple. Эту помаду я подсмотрела у Lensky Beauty. Она ее очень хвалила и говорила, что если вы не знаете, какую купить помаду или какую подарить помаду, то берите эту. Якобы ее формула понравится абсолютно любому человеку. Я взяла оттенок Apple, который тоже, естественно, пыльно-розовый. Я вообще фанат пыльно-розовых помад. Мне скоро можно будет снимать видео или книгу 100 оттенков пыльно-розового. Но, в общем, как есть, так есть. Очень красивый оттенок, красивый футляр. Ляра есть один большой минус. Он хоть и красивый, стильный, но вот здесь явно будут оставаться пальчики. Они здесь уже остались. Наверное, этого не видно на видео, но вот, можно на блике света немного поймать. Видите, такие немного жирненькие, как будто бы пятна. Сама помада очень красивого оттенка. Я как раз очень люблю такие оттенки. Это красивый пыльно-розовый оттенок. Данный оттенок очень насыщенный. И это не будет как что-то полупрозрачное, незаметное. Это будет именно яркое, красивое. Но при этом повседневная помада. Ее можно накрасить на работу, ее можно накрасить на встречу, на свидание, на, не знаю, прогулку с подругой, на работу, на учебу, на какой-то праздник. В общем, везде, везде, мне кажется, она подойдет. И последнее, что я приобрела в Литуаль, это их знаменитый блеск для губ. У меня это блеск в оттенке 06. И называется он Rosewood Shimmer. Оттенок этот я выбирала по интернету, и мне казалось, что он будет более розовый. Но сейчас я вижу коричневый тюбик. Ну, окей. Внутри находится вот такая вот пуховочка, не очень симпатичная. Вообще не люблю, когда вот такие пуховки немного ворсистые в помаде, потому что этот аппликатор вечно будет грязный. И там будут плодиться бактерии. В общем, ничего хорошего в этом нет. Вот такой немного коричневый у него оттенок. Я хотела розовый, но окей, значит будет коричневый. Кстати, очень приятный запах у этой помады, у этого блеска, извиняюсь. Запах как чего-то сладкого, какой-то немного сладкой карамели даже. В общем, очень приятно и очень классно. Этот блеск не используется обычно для цвета, он используется именно для ухода за губами. Ну и, естественно, немножечко оттенка в таких средствах никогда не помешает, потому что лично я люблю подобные средства наносить тоже в обычной повседневной жизни и идти на работу. Смотрится очень симпатично, губы потом ухоженные, но при этом есть какой-то оттенок и губы не кажутся какими-то покинутыми по сравнению со всем макияжем лица. Ну что ж, а это были все мои покупки на Черную Пятницу. Повторюсь еще раз, если вас что-то из этих покупок заинтересовало, то обязательно пишите внизу, чтобы я сделала на это обзор или тест-драйв. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok